Итак, продолжаем про сельскую ипотеку и про ипотечные программы льготного кредитования, которые представлены на рынке. Вторая программа, про которую я хотел бы рассказать, это госпрограмма 2020. Процентная ставка по ней составляет 8,9%. Это начальная базовая ставка по этой программе. И есть еще верхний предел, там порядка до 12%. Что касается суммы кредита до, по-моему, 6 или 9 миллионов рублей, выдаются на срок до 30 лет и туда попадают только новостройки. Туда сейчас нельзя подтянуть каким-то образом вторичные жилья только новостройки и продажи только от юрлица. Также еще из программы льготного кредитования есть семейная ипотека. Там процентная ставка пониже от 5,1% годовых. В этом случае также может быть использован материнский капитал туда же. И в этом случае возможно приобретение квартиры как у застройщика, так и по договору долевого участия. Срок кредита также выдается до 30 лет и сумма кредита до 6 миллионов рублей. Что касается еще одной программы, это новая программа на рынке. Называется программа для IT-специалистов. Здесь есть ряд требований, как, впрочем, наверное, и везде. Дело в том, что для того, чтобы получить эту программу кредитования, необходимо быть специалистом в IT-сфере. Работать в крупной IT-компании, которая аккредитована у банка, у которого вы подаете заявку. Плюс к этому к заемщику предъявляется ряд требований. Например, возраст заемщика должен быть не более 45 лет, насколько я сейчас знаю. Либо, если сейчас эти требования не поменялись, сумма кредита до 9 миллионов рублей и выдается также на 30 лет. По-моему, там все программы как раз до 30 лет, кроме сельской. Сельская на 25 выдается. Помимо этого, зарплата этого специалиста должна также быть в определенных пределах. Для крупных городов это не менее 150 тысяч рублей в месяц. И для средних городов и малых городов это от 100 тысяч рублей в месяц. Калининград попадает под второй вариант. Зарплата у вас здесь, как и у IT-специалиста, должна быть не менее 100 тысяч рублей ежемесячный доход. Вот, пожалуй, все такие базовые льготные программы. Всего 4 на рынке сейчас представлено. Поэтому новые вопросы и какие-то комментарии. Может быть, кому-то что-то нужно будет дополнительно просчитать или рассказать. Пишите в директ. Помимо этого, есть в нашей компании ипотечный брокер, которая готова ответить на все ваши вопросы. Не только по льготным программам, но и также по тем, которые представлены у банков. У разных банков разные ставки, разные условия, разные требования и прочие нюансы. Чтобы во всем этом разобраться, знать и подобрать для вас наиболее лучший вариант, необходимо обратиться ко мне. Я уже дальше с вами буду работать и непосредственно буду вести вас к вашей заветной мечте по приобретению объекта недвижимости. Помимо этого, также занимаюсь лично я продажей домов, квартир, дач, эллингов и всего остального. Поэтому, если у вас есть такая необходимость в продаже, и если вы знаете или, например, еще пока не знаете, в чем ценность агента, для чего агенты нужны, обязательно звоните, обязательно спрашивайте. Спрашивайте за спрос, денег не берут, как говорится. Но зато вы будете обладать объемом информации, которая будет давать вам полную картину мира в области рынка недвижимости. Согласитесь, ведь это лучше, чем отсутствие такового, в принципе. Кстати, еще хочу обратиться к тем людям, которые имеют знакомых риэлторов. Да, вот сейчас смотрят это видео и говорят, а у меня там знакомый риэлтор есть, он мне все продаст. Это все прекрасно, но надо брать во внимание, что знакомые риэлторы, равно как и друзья риэлторы, они не всегда готовы говорить вам правду, потому что ваши дружеские отношения, они вносят определенный вклад в это. То есть есть две категории людей, которые в принципе готовы говорить правду открыто в лицо и те, которые будут умалчивать, дабы не испортить каким-то образом дружбу или взаимоотношения, или кто как к этому относится, или не потерять деньги. Если кто-то меркантильно хочет заработать, у меня задача вам помочь просто по-человечески прежде всего. Так вот, в этом случае все-таки лучше помимо тех друзей, знакомых, риэлторов, благо что они у вас есть, иметь также и другие варианты продаж, которые представлены на рынке, чтобы вы просто знали о всех возможностях, всех выгодах для вас, которые вы можете получить, а не только с какого-то одного источника. Именно поэтому я предлагаю с вами поговорить, встретиться, обсудить и таким образом выйти к какому-то компромиссному решению. Меня зовут Имран, мой номер телефона есть в комментариях под этим видео. Есть у меня сайт, риэлтор-калининград.ру, кстати, на нем есть блог, и там есть последняя новость из меры недвижимости, равно как и актуальные процентные ставки в банках-партнерах, у нас их более 17 банков, актуальные процентные ставки, которые могут вам немножко уже помочь сориентироваться, куда податься, как податься, вообще что-то рассмотреть или что-то запланировать. Ну и, конечно, всегда готов открыться к сотрудничеству, к диалогу и консультируя бесплатно, как обычно. До новых встреч, новые вопросы пишите в директ.